Восточный Казахстан. Традиционная весенняя охота на глухаря и тетерева. Ну, глухаря-то дисциплина сложная, с тетеревым немножко попроще. В рамках этой охоты у нас будет два варианта. Это охота с подхода и охота из засидки. Смотрите, будет интересно. Охота, где дерево с подхода? Сейчас задача подкрасться, где дерева. С солнечной стороны подхожу. В, вах, полярдина. В, вах... В, вах... В иду. В, вах... В, вах... Вах... В, вах... В, вах... все добыли мы тетерева кстати говоря первый раз использовал новые патроны стерлинг турецкий это пятерочка ну что сказать охота очень интересная здесь восточном казахстане тетерев большом количестве очень обитает сейчас как раз заканчивается сезон весенней охоты который открывается на самцов тетерев это полигамный вид поэтому одного самца в среднем приходится 45 самочек поэтому да есть возможность доступное какое-то количество изымать их из дикой природы отличная сохранность отлично будет экспонат нашего музея чтобы сохранить память о своей охоте о трофеи значит необходимо в обязательном порядке вот так вот дуб этой птицы которую вы планируете сделать чучело ставить предохраняющий тампон который не даст вытекать крови и соответственно портить перо птицы это очень важно для того чтобы сохранить качественный трофей теперь задача наша еще попробовать поохотиться на такую мы нашли новый ток самостоятельно и интересно сделать там укрытие и попробовать поохотиться на косача из укрытия вот восточном казахстане тетерев это фоновый охотничий вид то есть основной численность очень высокая поэтому в рамках выделенных лимитов осуществляем изъятие завтра глубокой ночью будем переправляться через эту реку сейчас ищем какой-нибудь валежины по которому нужно будет вперед вода прибывает каждую минуту в общем то это и есть естественная преграда для всех животных живущих здесь в тайге потому что переправляться через эти реки не представляется возможным несколько слов об охоте на глухаря весенняя охота на таку глухари нам конечно самое красивое самое интересное из охоты на боровую дичь и тут есть конечно кое-какие нюансы у нас охота и ведется уже второй день значит первый день мы слышали в глухаря но по какой-то причине он перестал атаковать в общем только пощелкал обозначил свое местоположение а потом благополучно исчез второй момент необходимо быть на такую ко времени да то есть вчера мы встали в 1.45 для того чтобы в 2.30 2.40 быть на таку я вам скажу что уже где-то в 3 в 3 с небольшим петух начал атаковать поэтому главное не спать пораньше прийти на ток а еще лучше ночевать рядом с током такое тоже возможно если у вас есть спальник там маленькая палатка всегда можно остановиться там поближе несмотря на то что название глухарь казалось бы говорит о том что ничего не слышит на самом деле не слышит он только во втором колене своей песни все остальное время он прекрасно все слышит и мало того обладает еще очень острым как все птицы зрения поэтому любое передвижение в лесу допустимо только во время песни глухаря то есть точнее во время ее второй части за этот промежуток вы успеете сделать один максимум два шага еще один кстати нюанс который выяснился в процессе охоты на глухаря оказалось что когда он поворачивается на ветке но он туда-сюда крутится на самом деле когда атакует от этого зависит то как вам представляется дальность до этого источника звука вот и если он отворачивается от вас вам кажется что он существенно дальше вы начинаете идти и можете по неосторожности быть заимыз замечены у меня наверное сегодня такая ситуация произошла потому что мы услышали песню начали подход делать вот и в какое-то мгновение мне показалось что он так далеко что ну можно посмелее идти вот и сразу я был обнаружен глухарь улетел вот но это все опыт поэтому без этого никуда сейчас вот я хожу по лесу ищу места где он атакует это характерный помет который который располагается под сосной на которой он обычно сидит интересно что у помета есть совершенно четкое там свойство да то есть кончики этих какашек его они белыми такими пятнышками да то есть это означает что есть такой помет видишь это означает что это такович вот сейчас мы ходим ищем сосны под которыми не такуют потому что как правило это одни и те же сосны то есть это не одна сосна это их может быть пять может быть десять но тем не менее это вот излюбленные места которых они придерживаются вот сегодня товарищ мой напарник наблюдал на такую семь глухарей вот но мы получается слышали двух вот но пока как говорится два ноль пользу глухаря еще день у нас есть будем пробовать немаловажный фактор это качество вашего слуха вот у меня с слухом к сожалению все плохо вот как у большинства охотников результате травм акустических слух слабенький вот поэтому завтра привлечем эксперта с качественным слухом который будет помогать вот потому что очень плохо я слышу и из-за этого в общем то наверное и проблемы они будут по любому это вот и деревянный ток по следам на галичники определили что voir мы его не померяем Показал соскадки сижу жду Продолжение следует... Вот добытый косач, красавчик для музея Казахстанское общество охотников и рыболов Охотился из коротка, ружье Бетензоли итальянской компании, Nexus модель И патроны использовал стерлинг пятерочка Ну и конечно какая весенняя охота проходит без борща и стетьев Правда это с добавлением лосятины, которая кстати тоже была добыта в этих местах И переехала в вакуумной упаковке из Алматы Подходит к завершению третье утро охота на глухаря К сожалению сегодня полная штиль, тишина полная Петухи не поют, хотя вчера здесь Игоря насчитали пять петухов Вот мы ходили вечером, смотрели следы, помет, все было на месте А сейчас полная тишина Вот в такое время они уже слетают на землю То есть это уже значит, что все И скорее всего у нас ничего не получилось Ну в общем это нормально, это охота Вот уже это получается третья моя весенняя охота на глухаря безрезультативная Осень у меня добыть удалось глухаря А весной получается последние три раза нет Ну у меня были до этого трофеи Но в любом случае к чему это К тому, что охота не всегда добычлива И надо это знать и понимать Субтитры создавал DimaTorzok